МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. В эти минуты под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева проходит видеоселекторное совещание, посвященное мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения. На видеоселекторе детально проанализированы проблемы в первичном звене здравоохранения. В 2019 году 60% смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые можно было предотвратить силами первичного звена. У половины пациентов, страдающих онкологией, заболевание выявляется после того, как наступила вторая или третья стадия. Отныне никто не будет вмешиваться в деятельность министерства, его кадровую политику. Главные врачи, врачи или другие медицинские работники не будут привлекаться к какой-либо несвойственной им работе, сказал президент Шавкат Мерзиёев. В обязанности врача общей практики сельского врачебного пункта входит диагностика и лечение 146 видов заболеваний, первичная диагностика и выдача направлений по 213 видам болезни, а также широкий спектр задач по реабилитации, диспансеризации и профилактике. В связи с этим президент подчеркнул необходимость полностью пересмотреть систему медицинского обслуживания в сельских врачебных пунктах и семейных поликлиниках, задачи и функции врачей и работников среднего звена. Первоочередной задачей определено превращение врачей общей практики в семейных врачей на основе передового зарубежного опыта. Для содействия их деятельности будут организованы медицинские бригады по терапии, педиатрии, акушерству и патронажу. Эти бригады будут работать адресно, с закрепленными за ними семьями на основе специально составленной карты. Будет проведена оценка состояния здоровья населения и создана электронная база данных. Для этого медицинским бригадам будут предоставлены планшеты и мобильные диагностические средства. Будет установлено постоянное медицинское наблюдение за детьми до 5 лет, беременными женщинами репродуктивного возраста и старше 35 лет, а также лицами старше 40 лет. Они будут проходить регулярные скрининговые обследования. Будет налажен индивидуальный патронаж людей, входящих в группу высокого риска. Отныне направление на бесплатную медицинскую помощь и рецепт на бесплатно распространяемые лекарства будут выдаваться семейными врачами. При обсуждении качества лечения в первичном звене здравоохранения констатирован недостаток условий и кадров. Отсутствует система стимулирования работников, не уделяется должное внимание повышению их квалификации и карьерному росту. В сельских врачебных пунктах и семейных поликлиниках имеется более 20 тысяч штатов врача, но укомплектованы лишь 12 тысяч единиц. Ибо профессия врача общей практики не привлекательна для выпускников медицинских вузов. В связи с этим президент подчеркнул необходимость привлечения выпускников к СВП и семейным поликлиникам путем создания достойных условий для них. С этой целью будет внедрена система «Сельский врач» для системы первичной медицинской помощи в отдаленных районах. В рамках этой программы медработникам первичного звена в отдаленных районах будет предоставлено единовременное пособие в размере 30 миллионов сумм, а также служебное жилье или компенсация за аренду жилья. Дано указанию увеличить квоту в медицинских вузах, определив потребность врачах в разрезе махалей, а при выделении ипотечного кредита отдавать приоритет специалистам первичного звена. Исходя из потребностей населения, в следующем году планируется создание 100 сельских врачебных пунктов и 24 семейных поликлиник. На примере Севдоринской области будут четко определены задачи каждого звена здравоохранения, разработанные отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств. При этом для оказания населению бесплатных медицинских услуг в рамках гарантированных пакетов будет введена последовательность выдачи направлений сельский врачебный пункт, поликлиника, центральная многопрофильная поликлиника, больница. Для финансирования гарантированных пакетов медицинских услуг и лекарств будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования и создан отдельный фонд. В пакетах будет четко прописано, какие медицинские услуги предоставляет СВП и семейные поликлиники, о лечении каких заболеваний занимаются центральные поликлиники и больницы. Отмечена необходимость оцифровать все эти процессы для обеспечения прозрачности системы и избавления врачей от бумажной волокиты. К примеру, один врач тратит 60% рабочего дня на заполнение 10-15 бумажных отчетов. Гулистанский филиал Республиканского научного центра экстремедицинской помощи и Сардаринская областная многопрофильная больница занимают одну территорию. Рядом с ними расположены еще около 10 медучреждений. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы объединить их под единым управлением и превратить в медицинский кластер, создать на базе медицинского колледжа медицинский вуз. До конца года Минздраву и областному хакимиату поручено разработать проект гулистанского медицинского кластера с привлечением зарубежных специалистов и начать работу. Определено, что в течение месяца каждый хаким внесет предложение о создании медицинских кластеров на основе опыта Сардарьи в сотрудничестве с ведущими зарубежными клиниками. Видеоселекторное совещание под председательством президента продолжается. Подробности в наших следующих выпусках. Сегодня обращение, завтра решение. Это та цепочка, к которой стремятся общественные приемы. Ответственные лица и организации следят за выполнением намеченных работ. На этот раз в центре внимания вновь на Манганская область, где многие актуальные вопросы были решены положительно. В образовательные учреждения доставили комплекты компьютерной техники, где это было необходимо, обеспечили доступ к глобальной сети. По ряду адресов обновили инженерные коммуникации. Обо всем по порядку. Шухрат Шакиров. В заключительный день общественных приемов на Манганской области отобраны самые отдаленные территории, где изучение проводилось в разрезе махалинских сходов граждан. Приграничное село Богастон расположено в 55 километрах от центра Чартакского района, 80 километрах от города Наманган. Самый отдаленный населенный пункт на западе региона. Во время сильных снегопадов очень сложно добраться до центра. В зимний сезон удваиваются потребности в угле и газе. Во время открытого диалога, организованного народной приемной президента, обсуждены вопросы, связанные с обеспечением населения до наступления зимы питьевой водой, ремонтом дорог, со зданием, пока построят в будущем году компактное учебное здание, условия для учеников начальных классов филиала 10-й общеобразовательной школы. Намечены конкретные мероприятия в этом направлении. В тот же день в село в достаточном объеме доставили уголь баллоны с жиженным газом. Ответственными лицами Министерства здравоохранения в 55-й семейной поликлинике и еще одного отдаленного кишлака Балекол Чартакского района организован медицинский осмотр жителей горных сел. В короткие сроки медики осмотрели более 200 человек. Больных, нуждающихся в социальной защите, обеспечили необходимыми лекарственными препаратами. Коллективу медучреждения передали комплект компьютерной техники, аппарат ЭКГ, кислородный концентратор, пульсоксиметр. Во время беседы с населением даны рекомендации относительно ведения здорового образа жизни, правильного питания, регулярного занятия физкультурой и спортом. Вместе с желающими пешком прошли 5 километров. Ответственные лица Министерства по поддержке Махали и семьи, акционерного общества Худоди и электротермоклары, Государственного комитета по автомобильным дорогам и Центрального банка изучили проблемы, с которыми сталкивается население, расположенных в 20-25 километрах от райцентра таких кишлаков, как Дамколь, Мадеравуль, Кырчек, Ингичка, Мингбулак, сковорайонам. В результате чего и в селении Кырчек установили трансформатор высокого напряжения, протянули свыше двух километров линий электропередач, что улучшило подачу электроэнергии в более чем 200 домов. Вместе с тем покрыли гравием семь с половиной километров дорог на четырех улицах Махалей, Кырчек, Дамколь, Ингичка. Шесть семей, состоящих в железной тетради, получили швейные машинки. Также десяти гражданам выделят кредитные средства. Оказана материальная помощь нуждающимся в поддержке тридцати семьям. Между тем, совместно с местным хакимятом решат вопрос обеспечения питьевой водой населения махалинского схода граждан Дамколь. Жители 700 домов в Махале-Мулькабот вынуждены находить поликлинику, которая находится в восьми километрах от села. На основе обращений граждан за счет внутренних возможностей намечается отремонтировать одно из пустующих зданий и закрепить за медучреждением одного врача и медсестру. Представители Министерства народного образования по развитию информационных технологий и коммуникаций культуры побывали в расположенных в 60 километрах от областного центра при граничных кишлаках Охтом и Нанай Янгикурганского района и решили насущные вопросы населения в этих направлениях. В процессе изучения 18-ю общеобразовательную школу селения Охтом доставили компьютерную технику художественную литературу и спортивный инвентарь притянули оптиковолоконную линию и подключили образовательные учреждения к сети интернет от центра культуры в кишлаке Нанай дополнительно передали музыкальные инструменты на основе изучения представителями Министерства жилищно-коммунального обслуживания реального положения дел в многоэтажках областного центра Наманганского и Уичинского районов приступили к ремонту в частности девятого дома в Махале Янгитонг города Наманган на протяжении 30 лет население Махали Стехлол Уичинского района было вынуждено пользоваться привозной питьевой водой отныне решат и эту проблему приступили к протягиванию километровой водопроводной линии что обеспечит стабильную подачу ресурса в 120 домов в которых проживает более 600 человек такая же проблема нашла свое разрешение и в Махале Хуракуль Наманганского района где также намечается построить двухкилометровую водопроводную сеть в результате чего вода привезет в 635 домов населения на основе изучения ответственными лицами Министерства водного хозяйства приняты меры по очистке арыков и коллекторов Нарынского Учкурганского Чартакского Учинского Янгикурганского Касансайского районов что послужит снижению уровня грунтовых вод Наргиза Джураева из Учинского района попросила ответственных лиц Верховного суда в законном решении спор относительно прав на овладение жильем в котором проживает уже 16 лет оно дано еще одному человеку вопрос рассмотрят в судебном порядке Представители бизнеса Буцмана Таможенного комитета в процессе диалога с предпринимателями всесторонне рассмотрели вопросы связанные с проведением инженерных коммуникаций подключением к водопроводной газовой и электрической сетям внешнеэкономической деятельностью Таким образом глубоко вникали в каждое обращение Намечены конкретные задачи по требующим решения на республиканском уровне проблемам разрабатывается соответствующая дорожная карта Продолжаем выпуск Стремительное распространение коронавирусной инфекции в глобальном масштабе приводит к ухудшению социально-экономической обстановки практически во всех странах мира В Узбекистане с целью усиления социальной защиты и обеспечения стабильности экономики приемная премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей оказывает поддержку бизнес-убъектам В Джазакской области до сегодняшнего дня было рассмотрено более 4 тысяч заявок от предпринимателей и иностранных инвесторов Вопрос о развитии предпринимательства в Джазакской области обладающего большим потенциалом в сфере промышленности и сельского хозяйства сегодня придается должное значение Как известно даже единичное препятствие для предпринимателя может привести к серьезным последствиям в производстве Поэтому устранять проблемы нужно своевременно На эти цели направлена и деятельность приемных премьер-министра На сегодняшний день 4452 поступивших обращения в Джазакской области а это 99,7% были решены положительно оставшиеся рассматриваются компетентными органами В частности из 4452 обращений при непосредственном участии наших специалистов удовлетворено 2666 то есть 60% По 1767 а это 39,7% даны юридические разъяснения и рекомендации Они в основном касаются получения льготных кредитов кадастровых документов выделения земельных участков подключения к инфраструктурным сетям Больше всего обращений поступило из города Джазак, Шараф-Рашедовского и Дуслихского районов Руководитель фермерского хозяйства Баликулов Музафар в Дуслихском районе заключил договор с белорусскими партнерами о продаже племенного скота но столкнулся с проблемой связанной с получением разрешения на транзит грузов через границу После вмешательства представителей приемной данный вопрос был решен положительно и завезено 30 голов породистого скота Илья Мунира Халикова руководитель малокоперерабатывающего предприятия Пахтакорского района нашла оптовых покупателей на свою продукцию через приемную по рассмотрению обращений предпринимателей и подобных примеров немало Причиной эффективных результатов является своевременный анализ состояния исполнения обращений Необходимо также отметить что в случае невыполнения ответственными органами поручений в административном порядке принимаются соответствующие меры Приемный пример министр Джозавского власти также регулярно отслеживает причины нерешенных вопросов в обращениях предпринимателей Цель состоит в том чтобы устранить выявленные системные проблемы то есть пробелы в действующем законодательстве и деятельности приемной Ну а самая главная задача создать еще больше удобств для представителей деловой среды И к другим темам В октябре этого года вышло распоряжение главы государства о дополнительных мерах по более глубокому изучению и увековечиванию памяти жертв репрессий В целях восстановления исторической правды о жизни и деятельности ярких представителей нашего многонационального народа а также расширения масштаба и повышения эффективности работы в данном направлении была создана республиканская рабочая группа для организации работы по глубокому изучению жизни и деятельности и увековечиванию памяти жертв репрессий Состоялось ее первое заседание Не только никогда не забывать этот полный трагизм о период нашей истории но и поименно помнить каждого из тех чью жизнь перечеркнула клеймо враг народа порой только за то что они имели свой взгляд на происходящее в стране Точное число расстрелянных осиротевших, овдовевших вырванных из привычного круга людей лишенных родного дома до сих пор не установлено Распоряжение президента позволит намного глубже и детальнее изучить и осмыслить феномен политических репрессий Участники прошедшего заседания обсудили планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу исходя из задач обозначенных в документе Как отмечалось к деятельности рабочей группы которую охватывает все регионы уже привлечено свыше 200 ученых и специалистов Научные сотрудники филиалов Государственного музея памяти жертв репрессий при высших учебных заведениях получили возможность пользоваться архивами министерств и предприятий В результате стали известны времена еще двух с половиной тысяч пострадавших К примеру, в Самаркандской области Создана рабочая группа областная и научно-рабочая группа при Хакимьянце области И этими группами делается большая работа по изучению и по пропаганде наследия жертв репрессий В данный момент в Самаркандском областном музее жертв репрессий уточнено где-то 1544 человек Это жертвы репрессий которые до сих пор были не уточнены их фамилии и другие данные После принятия распоряжения президента за этот период в течение месяца еще установлена фамилия 120 человек И сейчас мы тесно работаем в этом направлении с Нуроны и Махалла В настоящее время налаживается сотрудничество с архивными, музейными, библиотечными и научно-исследовательскими учреждениями двух десятков зарубежных стран В жизни и деятельности Бехбуди, Авлане Фитрата, Чулпана, Абдулла Кадыри и Бату посвящены не только уже изданные книги но и телевизионные и художественные фильмы Часть из них еще в процессе подготовки Ведь все, что связано с жертвами политических репрессий это предупреждение И оно касается не только органов государственной власти а всех и каждого Настойчивое напоминание о недопустимости пренебрежения свободы людей во имя целей, какими бы они не Отступление от основной задачи государства гарантировать и защищать права и свободы человека и гражданина Одним из приоритетов государственной политики является дальнейшее укрепление дружеских отношений между различными национальностями и этническими группами, проживающими в нашей стране Утверждение принципа религиозной толерантности С этой целью было организовано посещение духовными лидерами религиозной конфессии Узбекистана Центра исламской цивилизации Узбекистан древняя колыбель цивилизации и родина всемирно известных ученых ислама Своими уникальными трудами и достижениями великие мыслители и философы внесли бесценный вклад в историю всего человечества Центр исламской цивилизации строящийся в столице наряду с изучением великого научного культурного наследия узбекского народа будет заниматься также его сохранением для будущих поколений Он призван стать уникальным сооружением большой просветительской значимости не только для нашей страны но и для всего мусульманского мира Мы провели встречи с представителями функционирующих в нашей стране религиозных конфессий сослушали презентацию руководителя Центра исламской цивилизации ознакомились с презентациями архитекторов были представлены видеоролики побывали в самом центре здесь увидели то самое место где будет находиться уникальный Коран Усмана один из древнейших экземпляров священные книги конференц-залы академию и экспонаты руководители конфессии были восхищены гости ознакомили с проектом Центра исламской цивилизации его целями и задачами объект возводится на территории историчного комплекса Хастымом площадью 7 гектаров длина трехэтажного здания будет составлять 145 метров ширина 115 высота центрального купола 67 метров в структуру центра входит музей и выставочные залы библиотека и архив отделы рукописи каллиграфии хранения исламского наследия исследований и развития международного сотрудничества и изучения иностранных языков а также лаборатория реставрации манускриптов он будет располагать одной из крупнейших в мире электронной базой данных древних трудов литографических книг а также исторических документов современных книг и публикаций по религии и просвещению хранящихся в Узбекистане и за рубежом а также библиотекой с более чем 100 тысяч манускриптов здесь на научной основе будут изучать все эти ценности которые есть в Узбекистане и вообще в исламском мире это очень важно я вот хотел сказать что в Узбекистане вот эти ценности нравственные духовные очень много сохранилось и конечно им надо дать новый импульс мы впечатлены вот такой масштабностью вот этого здания где там все будет все еще что необходимо для 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 ислама это мне кажется что это единственный такой комплекс во всем мире все лидеры разных организаций религиозных имели возможность посмотреть центры исламской цивилизации и прежде всего ну конечно поражает ну это большое здание которое мы видим но с другой стороны очень интересно что это здание будет помещать все что связано с историей цивилизацией не только Узбекистана но всего этого региона всей Средней Азии я думаю что действительно это очень хорошая идея чтобы показать как много на территории Средней Азии Узбекистана проходило людей разных культур разных религий и центры исламской цивилизации становится таким важным местом именно диалога и разных религий и разных культур и разных цивилизаций я думаю что это будет способствовать именно развитию и благополучия и мира в нашем Узбекистане мы посетили так называемый форпост религиозных и духовных ценностей строящийся центр исламской цивилизации чувствуется квалифицированные качества строительных работ мы все проживаем в толерантном государстве более 130 национальностей более 16 конфессий проживает в мире согласия благополучия и мы надеемся что этот центр внесет свою толику в содействие в созидание мира на земле Узбекистана мы очень рады тому что у нас идет такая большая работа в плане объединения всего народа как на западе говорят толерантность но здесь в Узбекистане говорят величие широта сердца где сердце узбекского народа в котором все люди помещаются и в этой стране все очень мирно живут представители религиозных конфессий в нашей стране ознакомились и со строительными работами которые ведутся в центре в настоящее время здесь проводится внешняя отделка здания к работе активно привлекаются самые опытные специалисты мастера каллиграфии ремесленники и зарубежные эксперты располагающие практическим опытом и техническими возможностями в этой области по своей грандиозности красоте и содержанию центр исламской цивилизации станет гордостью узбекского народа и всего исламского мира в рамках реализации инициатив выдвинутых главой нашего государства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Париже был организован круглый стол в формате видеоконференц-связи его тема Аральское море экологический кризис и мобилизация узбекской дипломатии в дискуссиях приняли участие более 80 представителей научно-исследовательских кругов и экологических организаций а также студенты различных вузов Франции Участниками онлайн-встречи были заслушены доклады и презентации о нынешнем экологическом состоянии региона Приоралья Обсуждены комплексные меры принимаемые Узбекистаном в сотрудничестве с международными партнерами по уменьшению негативных последствий высыхания Аральского моря Рассмотрены также проекты которые предусматривают посадку на высохшем дне местных древесно-кустарниковых растений приспособленных к непростым климатическим условиям акцентировали внимание и на принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о объявлении региона Приоралья зоны экологических инноваций и технологий Французская сторона выразила готовность содействовать в процессе реализации проектов и программ служащих одной большой цели смягчению проблемы Аральского моря В фокусе внимания было и региональное сотрудничество взаимодействие Узбекистана с соседними государствами рациональное использование водных ресурсов а также поддержка местного населения Отмечалось, что французская сторона приветствует намерение Узбекистана в принятии программы Приоралья как зона экологических инноваций и технологий и готова к активному участию в разработке дорожной карты к ней Вместе с тем студенты французских вузов намерены совместно с молодежью Приоралья разработать образовательные программы и внедрять новые водосберегающие технологии По итогам онлайн-форума принято решение о регулярном проведении аналогичных мероприятий и объединении усилий обеих стран с целью улучшения экологической обстановки в регионе Приоралья Продолжаем выпуск Обеспечение законности и эффективности государственных закупок Двухдневный вебинар на тему был организован Счетной палатой Узбекистана Участники сосредоточили внимание на устранении недостатков в сфере Поиски новых конструктивных решений на основе лучших мировых практик Государственные закупки как важная составляющая бюджетных расходов играют важную роль в управлении экономикой Узбекистан Как и многие другие страны уделяют особое внимание реформированию системы государственных закупок При этом одной из основных задач в данной области является обеспечение прозрачности и эффективности государственных закупок Этот порядок предусмотрен в законе о государственных закупках а также в постановлении главы государства Стоит особо отметить в указе президента от 30 октября текущего года об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов в целях усиления контроля в сфере был создан сектор по контролю законности государственных закупок И если говорить об ошибках и недостатках в сфере госзакупок выявлены случаи когда неправильно проводятся торговые сделки в целях избежания конкурентных отношений сделки разбиваются на несколько частей также имеются факты заключения прямых договоров без проведения тендеров среди целей двухдневного вебинара проведенного счетной палатой совместно с министерством финансов и объединившего более 100 экспертов министерства ведомств организаций устранение выявленных недостатков в сфере госзакупок и недопущение их в будущем а также аналитика проблем разработка конкретных предложений рекомендаций по повышению эффективности госзакупок поиск оптимизированных решений на основе действующего законодательства и лучших мировых практик в данной области выявлено 162 случая когда технические задания от государственных заказчиков на закупки подавались без прохождения экспертизы например акционерная компания Узсиликом осуществила закупки на 5,2 миллиарда сумм одного вида товара с дроблением на несколько частей в нарушение законодательства около 3000 сделок осуществлены путем заключения прямых договоров счетная палата ведется работа как по выявлению проблем и недостатков в сфере осуществления госзакупок так и по установлению возможных противоречий упущению законодательства вместе с тем предпринимаются усилия по организации еще более прозрачной системы торгов при госзакупках по созданию условий для общественного контроля и для изучения существующих системных недостатков хотелось бы особо отметить что счетная палата запланировала во взаимодействии с Минфином и международным аудиторскими организациями провести аудит по госзакупкам в более чем 25 министерствах и ведомствах участниками подчеркивалось основной задачей определено обеспечить прозрачность самого процесса и высокий КПД госзакупок одним из ресурсов ее решения стал запущенный в 2018 году специальный информационный портал харид.уз на этом портале размещена вся информация по осуществлению государственных закупок на нем также проводятся электронные торги и уже есть результаты что касается нормативных актов в сфере госзакупок счетная палата совместно с биржей и Минфином осуществляет постоянный контроль за правильным исполнением профильных документов как отмечалось на вебинаре для повышения уровня прозрачности и эффективности госзакупок разработана и внедрена торговая система электронных конкурсов и тендеров etender.uzx.uz создана дополнительная страница на торговой площадке электронного магазина она дает возможность госзаказчикам осуществлять госзакупки в разрезе регионов на специально организованных курсах мы уделяем повышенное внимание таким вопросам как участие в процессе государственных закупок правильное предоставление документов в результате допущения ошибок по незнанию неправильного использования средств госбюджета и предоставление конкурсной документации между предпринимателями и сотрудниками бюджетных организаций возникают недопонимания доходящие до судебных разбирательств с учетом этих выявленных недостатков мы и привлекли специалистов для наших курсов внимание участников обратили в результате предпринимаемых мер достигнута организация специальных учебных семинаров для повышения квалификации специалистов данной сферы создана обучающая онлайн платформа внедрены ограничения в программное обеспечение оператора для предотвращения нарушений закона повышен уровень прозрачности госзакупок сокращен уровень влияния человеческого фактора в процесс госзакупок созданы условия для общего контроля для усиления общественного контроля и сокращения теневой экономики в сфере согласно предписанию счетной палаты планируется организовать обмен информацией с государственным налоговым комитетом а еще в ближайшей перспективе ожидается принятие закона о государственных закупках в новой редакции отопительный сезон наступил в середине октября в домах стало тепло но не везде обнажились также жилищно-коммунальные проблемы которые мешают жить местным жителям а ведь холода не за горами республиканская рабочая группа продолжает выявлять наболевшие проблемы встречаются они как в жилом секторе так и в социальных объектах горячей водой затоплены подвальные помещения протекают трубы вот где действительно тепло и понапрасну расходуется ценный ресурс требуется ремонт теплотрасс новые факты в репортаже далее в очень плохом состоянии подвальное помещение 20-го дома в Махале-Боглубустон 1-го сектора Учтепинского района не отвечает требованиям система канализации вытекает из прогнившей трубы горячая вода а это потери да немалые что в свою очередь также наносит вред основанию здания под ногами лужи повсюду разбросаны отходы не лучше обстоят дела и на прилегающей территории посмотрите как выглядит, к примеру, детская площадка которая просто заброшена а в ночные часы, по словам жителей здесь собираются подозрительные лица и начинается торговля запрещенными веществами потому частыми стали различные скандалы и даже поножовщины боятся выходить даже взрослые не говоря уже о детях собран различный хлам и в подвале 26-й многоэтажки помещение не отвечает требованиям санитарии и безопасности протекают неисправные трубы и краники владельцы квартир говорят, что из-за плохой циркуляции воды в системе батареи хорошо не греют нуждается в ремонте и кровля которая протекает, нанося вред потолкам и стенам покрывающимся плесенью образовалась куча мусора возле многоэтажного дома в Махалинском сходе граждан Кохна Чупонота вроде бы начали благоустраивать территорию но работы так и не доведены до конца в заторах и арыки, которые не могут пропускать воду чуть дальше неисправная труба в подвале 31-го дома пропускает холодную воду зря расходуется ресурс в котором, быть может, где-то очень нуждаются заполнены отходами и арыки рядом с домом в воде колодец на автостоянке возле 40-го дома Махалинского схода граждан Тепа Кургон во втором секторе эта горячая вода вытекает из труб не доходя до квартир, которым нужно тепло неизолирована теплотрасса рядом с 60-м домом Махали-Заргарли старое покрытие просто обветшало Куча мусора вокруг Центра детского технического творчества Баркамол-Авло от Министерства народного образования что на территории первого сектора Челандзарского района беспорядки и склад некоторые свободные помещения арендуют предприниматели организовавшие швейное производство но сказать, что полностью соблюдается требования пожарной безопасности сложно не работает отопление в помещениях, где занимаются дети, сыро и холодно такая же проблема создает массу хлопот и для жителей 16-го дробь 1 дома на 90-й квартир в Махале-Катаул-Мазор во втором секторе очень медленно выполняются начавшиеся работы по ремонту теплотрассы отопительный сезон в столице начался 17 октября с тех пор проживающие в этом доме горожане вынуждены мириться с таким положением дел нет тепла, холодно вдобавок ко всему затопило подвал заполнено мусором арыки что же будет во время ненастных дней куда деваться в воде конечно же она будет выходить на дорогу размывая все на своем пути и усложняя передвижение все это в каком-то смысле дает оценку деятельности ответственных лиц района и города а это уже возведенный в 1963 году 41-й дом на 72 квартиры в Махале-Дработ 6-го массива в 3-м секторе нечем дышать в подвале в котором собираются грязные стоки из-за пропускающих их канализационных труб не лучше выглядят бетонные арыки возле дома они заполнены отходами требуется ремонт площади в 600 квадратных метров с задней стороны 5-го дома Махали-Котарма в открытом виде теплотрассы 28-го дома Махалинского схода граждан Чопаната дойдет ли тепло до потребителей в зимний период? вопрос в воде подвальное помещение 63-го дома Махале-Кчик-Хормонтепа 19-го массива в 4-м секторе практически невозможно спуститься в него без специальной экипировки на поверхности воды маслинистая пленка это грязные стоки из расположенной на первом этаже точки общепита которые направляются в канализацию а ее трубы протекают надо бы ответственным лицам обратить на это серьезное внимание и привести все в надлежащий вид а сколько воды расходуется в пустую на улице Хоун-Чим-Махали-Хоразми в первом секторе ее вытекает в таком большом количестве что даже мешает движению на дороге знает ли об этом руководство сектора? республиканская рабочая группа продолжает изучение в столице вы смотрели информационную программу новости 24 оставайтесь вместе с нами на нашем телеканале всего вам самого доброго до свидания Редактор субтитров А.Семкин